Приветствую вас, братья и сёстры, дорогие друзья, мирами и любовью Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня наши духовные размышления заглавлены так «По воле Бога жить вечно, по воле Бога умереть навеки». Сегодня мы с вами попытаемся разобраться в одной из сложных духовных загадок бытия человека. А именно мы попробуем с помощью Писания понять, как в свете абсолютной власти Бога, который управляет всем и всё совершается по Его воле, включая также и жизнь человека, ибо так сказано в Писании, вспомните, прежде бывший от начала века, ибо я Бог и нет иного Бога, и нет подобного мне. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что ещё не сделалось, говорю, мой совет состоится, и всё, что мне угодно, я сделаю». Исайя 46 глава, 9-10 стих. И также Даниила 4 глава, 32 стих. «По воле своей Бог действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле, и нет никого, кто бы мог противиться Рукееву и сказать ему, что ты сделал». Так вот, в свете этой абсолютной власти Бога и свершении во Вселенной всего, что именно Ему угодно, Богу Творцу, Вседержителю, как может иметь место свобода выбора человека? Поступки, сделанные человеком по его личной воле, по его желанию. Ведь Священное Писание не лишает человека свободы выбора, собственных желаний, собственной воли. Написано в Писании, что увидела жена Ева, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно. То есть, вожделенно – это страстное, желать и жаждать. Потому что даёт знания, взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Бытие 3 глава, 6 стих. Или ещё текст. «Ты сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали, или же обдумывают, или умышляют сделать». Бытие 11 глава, 6 стих. Или Иова 6, 8. «О, когда бы с былой желанием моё и чаяние моё, – говорит Иов, – ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, Он личный человек, живя в теле доброе или худое». 2 Коринфянам 5 глава, 10 стих. То есть, мы видим, что Писание не лишает человека свободы, действий, мыслей и так далее. И вот и получается, что хотя Господь и творит в мире всё по своей воле, и управляет жизнью людей по своей воле, но при этом люди будут судимы за сделанные ими дела и нести за это перед Богом персональную ответственность. И Бог считает это справедливым судом. Но ведь справедливым может быть тот суд, или суд может быть только в том случае справедливым быть, если людей никто не лишает этой свободы. Собственному желанию, а не кто-то делал за них. И тогда получается парадокс. Всё во Вселенной происходит по воле Бога, но судимы люди будут за то, что поступали по своей собственной воле, неугодные Богу. Так как же тогда получается? Как же тогда неугодная Богу воля людей, за которые они будут судимы, может быть одновременно и волей Бога, в соответствии с которой всё свершается во Вселенной? Вы поняли, в чём суть вопроса? То есть, если всё во Вселенной совершается по воле Бога, в том числе и судьбы людей решаются по воле Бога, а люди будут судимы за то, что они лично неправильно поступили по своей собственной воле, то как вот эта личная и противная воле Бога, воля человека может иметь место во Вселенной, где всё совершается по воле Бога? Как понять? Как примирить? Как согласовать? Как найти баланс между этими двумя разными полюсами? Волей Бога, по которой всё происходит во Вселенной, и волей человека, которая далека от воли Бога, и за которую человек будет судим. Почему это важная тема? Потому что в Писании ясно сказано, что исполняющие волю Бога, они названы в Писании праведниками, они пребудут вовек. А идущие против воли Бога, названы в Писании беззаконники, нечестивые, грешники, они погибнут. Писание говорит, посему ходи путём добрых, держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, вероломные искоренены из неё. Притча 2 глава с 20 по 22 стих. 2 глава с 20 стих. Не знает сейчас, пока и не знает о нём, не знает его воли о себе. Как сказано в Писании, сказал безумец в сердце своём, нет Бога. Развратились они, совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, если разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, делались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Псалом 52, со 2 по 4 стих. Или ещё текст. И цитра, и гусли, и тимпаны, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают. О деяниях рук его не помышляют. Исайя 5, 12. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней, полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны. А на святого Израилева не взирают. И к Господу не прибегают. Исайя 31, глава 1 стих. И в Новом Завете апостол Павел также говорит о таких людях, которые не живут по воле Бога. Вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Эфесяна 2, глава 2, 3 стих. То есть мы видим, что вот как выглядят люди нечестивые, которые живут не по воле Бога. И вот встает вопрос, как понять, как примирить, как согласовать, вот как найти баланс между этими двумя разными полюсами. Волей Бога, по которой все происходит во Вселенной. А мы понимаем, Бог свят, чист. И все, что от Бога исходит, это добро написано, что всякое даяние доброе не сходит свыше. И воля человека, которая далека в этот момент от воли Бога. Если все, что происходит на земле, происходит по воле Бога, как мы прочитали в Писании, вспомните, прежде, бывший от начала века, я Бог, и нет иного Бога, нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце древних времен, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и заметьте, все, что мне угодно, я сделаю. И по воле своей Бог действует, как в небесном боинстве таких живущих на земле. И никто не может противиться руке Господней и сказать ему, что ты сделал. Вот как в свете этих стихов об абсолютном исполнении во Вселенной воли Бога, вот как быть с волей человека, его поступками, которые противоречат воле Бога. Ведь мы видим, что на земле происходят вещи, которые Бог осуждает в своем слове, и наказывает за их совершение, и повелевает этих людей даже оставить, которые идут таким путем, идут путем против Бога. Но вы не захотели идти, и воспротивились по велению Господа Бога вашего. И при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем, искать вам место, где останавливаться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, о днем в облаке. И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря, никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли, которую оклялся дать отцам вашим. Только хлеб сына Ифонин увидит ее. Ему я дам ее, землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. Второзаконие, 1 глава, 26 стиха. То есть мы видим, что есть люди, которые идут против воли Бога, не повинуются его воле. И вот трудности в согласовании этих двух полюсов возникают еще и потому, что вот есть в Писании тексты, которые как будто бы, ну вообще, игнорируют свободу выбора человека. Как будто даже они утверждают, что все, что не делает человек, это все он делает, как бы даже не по своей воле, а потому что Бог ему определил это по своей воле. И получается, что человек представлен в некоторых текстах Писания как бы безвольным абсолютно, или исполняющим волю Всевышнего. Так за что же тогда его судить? Вот посмотрите на эти тексты. «Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка». Притча 16 глава, 1 стих. «Много замысла в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Притча 19, 21. Или вот. «Зная, Господи, что не воле человека, путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Представляете, вот что получается. Вообще не воле человека давать направление стопам своим или своему движению, или своим действиям и поступкам, о чем здесь подразумевается. Иеремия, 10 глава, 23 стих. И вы читаете тексты Писания, так и напрашивается вывод. Похоже, что у человека как бы и нет никакой свободы воли, нет свободы поступков. Все, что человек говорит, все это от Бога. Все, что происходит вокруг человека и с ним, это все так же от Бога. И путь жизни, которым идет человек, это тоже не от свободного выбора человека, а все от воли и действий Бога. Поэтому и сказано, что все во Вселенной происходит по воле Бога. Ну и что в этом плохого? Что все от Бога? Разве это не радостная вещь для нас? Что все, включая наши деяния, слова, мысли, они сделаны, сказаны, пришли на ум по воле Бога. Все прекрасно, не так ли? Да, с виду все прекрасно, кроме одного, самого главного, что вот в этом выводе плохим является то, что этот вывод из прочитанных нам выше стихов сделан неверно. Эти тексты поняты неверно. Потому что, если бы мы, если мы так будем понимать, как мы только что поняли, что все действия проистекают от Бога, то раз все от Бога, и слова человека, и его дела, и мысли, какими бы они ни были, то люди, получается, погибая за свои грехи, сделанные во время их земной жизни, а также погибшие для вечности в конце времени, пожнут такой печальный результат ведь не в результате своего своеволия, не по причине своеволия, не по причине своего неверного выбора в жизни, а по причине воли Бога, который за них определил их роль в этом мире. А потом, почему-то, за эту определенную им же роль Бог сам же их и уничтожил. Но несправедливость какая-то получается. Разве может Бог так поступать? Неправильный вывод, сделанный из вышепрочитанных стихов, он поражал и поражает дух человека во все времена, не давая человеку возможность, приложив личные усилия, воспользоваться своей волей, чтобы спастись, а не плыть по течению, опустив руки, считая, что все предопределено, и от него абсолютно ничего не зависит. Текст Писания, что мы сегодня с вами исследуем, входит в ту же группу текстов, которые якобы также полностью игнорируют волю человека, говоря о том, чтобы человек не хотел, какие бы планы он не строил, чего бы он не желал, все равно сбудутся не его планы, а планы Бога. Так как вот эта группа текстов, которые якобы лишают человека свободы выбора, она однотипная, то есть типичная, то достаточно разобрать будет этот один текст, и вы поймете суть этого текста, и нетрудно будет и другие тексты рассматривать в этом свете. Посмотрите внимательно на этот текст. Притча 19, 16 глава, 9 стих. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием, или это шаг, ход, движение человека. Итак, сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет его шествием. Что мы наблюдаем в этом тексте? Текст состоит из двух частей, и видно, что вторая часть также противопоставляется первой, как это типично для книги притч. Об этом говорит противительный союз, но из этого следует, что хотя и человек обдумывает свой путь, все же, несмотря на его мысли, Господь управляет его шагами, то есть его путем, в значении поступков, сделанных в его жизни, путь – это в данном случае поступки, сделанных в жизни. Так что же тогда мое? А что Божье? Что в подобной ситуации от меня требуется? Что от меня зависит? И зависит ли вообще хоть что-нибудь от меня? Если, несмотря на все мои мысли, несмотря на все мои желания, жизнью моей управляет Бог по своей собственной воле. Но и в конце концов, справедливости ради, а за что тогда меня судить? Ведь это не я, а Бог привел меня к такому результату, который я получил в своей жизни. Ведь это Он управлял моей жизнью, моим шествием, шагами, путем, согласно Писанию. Озвученные нами вопросы волновали и современников апостола Павла. И он их в своих посланиях освещает эти вопросы. Он говорит, «Если же наша неправда, или же моя жизнь подразумевается, открывает правду Божию, то есть открывает его водительство, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев?» То есть, получается, что если водительство Бога везде, то получается, что справедлив ли Бог, когда он изъявляет свой гнев? Разве справедливо винить меня тогда, а не себя, то есть Богу? Вот говорю по человеческому рассуждению, никак. Ибо иначе как Богу судить мир? То есть, в противном случае, если мы считаем, что это несправедливо, раз всем управляет Бог, и моей жизнью в том числе, за что же меня тогда судить? Как же Богу тогда вообще можно судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божией, за что же меня еще судить, как грешника? То есть, если я исполняю определенный Божий замысел, план, то тогда за что меня наказывать за это? Мне наоборот надо поощрить за то, что я исполняю Божию волю. И не делать ли тогда нам зло, чтобы вышло добро? Римлянам 3 глава, с 5 по 8 стих. То есть, апостол Павел говорит, что если считать, что вся ответственность за все происходящее во Вселенной лежит на Боге, так как все происходит по Его воле, то как же тогда Богу судить мир? В этом случае Богу нужно не людей судить, а самого себя, если что-то ему не нравится, либо за неверное водительство, либо за несправедливое наказание того, кто был им водим, вне зависимости от собственной воли. То есть, человек был водим Богом, вне зависимости от собственной воли. Так почему же тогда человека надо наказывать за это неверное или Богом определенное неверное водительство, чтобы Бог сказал, ты прожил жизнь неправильно? Но Писание говорит, что Бог будет судить людей, А Бог это абсолютная справедливость И читая воздаяние Божьим по заслугам каждому Это воздаяние Божье за сделанное каждым человеком Признают справедливыми все во вселенной И праведные и нечестивые Все скажут, что Бог был справедлив в своем суде Написано, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу Заметьте, за себя Временам 14-12 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова Чтобы каждому получить соответственно тому, что Он То есть человек делал, живя в теле, доброе или худое 2 Коринфянам 5-10 И вот оно признание справедливости судов Божьих Ей Господи Божий вседержитель истинные и праведные суды Твои Откровение 16-7 Вот и получается, что хотя Господь и творит в мире все по своей воле И управляет жизнью людей по своей воле Но при этом люди будут судимы за сделанные ими дела Люди несут перед Богом персональную ответственность за свои деяния И Бог считает это справедливым судом А справедливым этот суд может быть только в том случае Если их никто не лишал свободы выбора Этот вывод говорит нам опять о том, с того, с чего мы начали Мы опять к тому же пришли Все во Вселенной происходит по воле Бога Но судимы будут люди за то, что поступали они по своей воле Неугодные Богу Но как же тогда неугодная Богу воля людей За которую они будут судимы Может быть одновременно волей Бога В соответствии с которой все совершается во Вселенной Но как понять, как примирить, как согласовать Как найти баланс между этими двумя разными полюсами Волей Бога, по которой все происходит во Вселенной И волей человека, которая далека от воли Бога Вы видите, что тут наскоком ничего не поймешь Тут нужно вникнуть в слово и уразуметь контекст Давайте еще раз прочитаем текст, который мы будем сегодня исследовать Притча 16.9 Сердце человека обдумывает свой путь Но Господь управляет шествием его Давайте отметим вначале для себя следующее Что ясно следует из текста Первая часть текста Сердце человека обдумывает свой путь Пока остановимся на первой части Эти слова наглядно нам показывают То, что человек не лишен свободы выбора Посмотрите внимательно Сердце человека обдумывает свой путь То есть человек не лишен свободы выбора Не Бог за человека обдумывает путь человека Сам человек, получивший от Бога разум И свободу выбора, обдумывает свой путь Об этом же праве человека на свободу мысли Обдумывать свой путь Говорят и другие тексты Писания Посмотрите внимательно на первой части Книги-притч, тех текстов, что мы уже читали Я же говорю, все эти тексты Они однотипные, они похожи Человеку принадлежат предположения Или намерения сердца Человеку, самому человеку Притча 16.1 Много замыслов, или же мыслей Помышлений, намерений в сердце человека Опять же у самого человека Притча 19 глава, 21 стих Это все однотипные тексты Первая часть у них одинаковая И вторая часть одинаковая Первая касается человека, вторая касается Бога Итак, Господь знает наши мысли Но при этом, как бы мы ни мыслили И о чем бы мы ни мыслили Бог не лишает нас права мыслить свободно То есть, мы абсолютно свободны В своем разуме, в своем мышлении Абсолютно Бог никак не вмешивается силой своей Властью своей Творца Всемогуществом своим в наш разум Для того, чтобы наши мысли были не свободны И чтобы это было действие некой внешней силы Чтобы это было действие некой программы Мы абсолютно свободно мыслим И не шел на меня Дух Господень И сказал мне Скажи, так говорит Господь Что говорите вы, Дом Израилев И что на ум вам приходит И это я знаю То есть, что мы здесь видим Бог знает все, что на ум приходит Но на ум приходит это нам Это мы мыслим Это наша свобода Иезекииль 11.5 И увидел Господь Что велико развращение человеков на земле И что все мысли и помышления Сердца их Их в сердце Были зло во всякое время Их это людей Бытие 6 глава 5 стих Именно полная свобода В помыслах людей Описана главной причиной Растления человека перед потопом За что и последовало уничтожение Исходя из этого Мы видим, что никто Человека не лишает свободы По крайней мере в мыслях Мы сейчас видим это Из текстов четко и однозначно Именно свобода в мыслях Именно свобода в разуме Ярким образом свидетельствует о том Что человек не робот Ведь все начинается откуда? Начинается с разума Человек имеет свободу ума Робот не имеет свободу ума Робот живет по заложенной в него программе Его действия проистекают из той программы Которая в него заложена Человек имеет свободу ума А посему человек свободная личность Был бы человек безбольным роботом Разумом которого была В разум которой была заложена бы программа Или управляла бы Какая-нибудь программа Вот тогда бы мы могли бы сказать Что человек существо Несвободное Оно управляемое извне Если допустим Извне управляем робот Конструктор Управляет роботом То в этом случае Если робот делает что-то Не устраивающее его конструктора То по справедливости кто виноват? По справедливости виноват конструктор Который эту программу придумал А робот только живет по этой программе Он же безвольный Но мы видим что Бог дал Свободу выбора человека Свободу в разуме Разум это центр Принятия человеком решений А это уже соответственно Накладывает на человека Ответственность перед Богом Потому что в некоторой степени Человек как свободное существо Сам программирует себя Он сам избирает ту программу По которой он будет жить То есть это его личный выбор Это его решение Которое он сам принимает В разуме своем А также это уже и говорит О справедливости суда Божьего Над творением Которая использовала Свою свободу выбора Если творение использует Свободу выбора Вопреки стандарту создателя Тому стандарту Что установленным для творения То тогда естественно Исправедлив суд Творца над творением Но исследуемый нами текст Из притчи Он имеет еще и вторую часть Посмотрите внимательно Сердце человека обдумывает свой путь Итак мы уже говорим На свободном разуме Но Господь управляет Шествием его И вторая часть Это Господь управляет Шествием Или шагом Или ходом Его Человека Вторая часть текста Говорит нам о власти Всевышнего У которого Несмотря на то Что он создал творение Со свободой разума Не роботов А со свободой разума Но при этом Творец не потерял Контроль над этим творением Вот о чем говорит Этот текст Из притчи И многие подобные ему То есть Мы имеем свободное творение Мы не имеем творение Которое управляется Программой Как роботы Управляется извне Мы имеем творение Которое свободно В выборе своем В разуме своем Но при этом Мы имеем творца Который Несмотря на свободу Творения Не потерял Над ним Свою власть Творца Бог как творец Продолжает обладать Властью над своим творением Вне зависимости От мыслей творения Вне зависимости От решений Принятых творением Бог имеет свой план На свое творение И он Как творец Силой своей Властью своей Авторитетом своим По своей воле Ведет свое творение Обладающее свободой мысли В принятии решений своих Ведет свое творение к осуществлению своих планов, планов Творца о Творении. Если бы Бог этого бы не делал бы, если бы Бог не имел этой власти, авторитета Творца, если бы Он не мог бы это делать из-за свободы выбора Творения, то Он бы не был тогда бы ни всесильным, ни всемогущим, и Он тогда бы не был бы Творцом. Обратите внимание на исследуемый нами текст. Его конструкция великолепно подчеркивает уважение Бога к свободе разума человека и невмешательство Бога в принятие человеком своего личного решения. Посмотрите, сердце человека обдумывает свой путь. Но Господь управляет шествием его. То есть, что мы видим? Господь-то управляет, но управляет шествием человека. То есть, путем человека, его жизнью Бог вмешивается в его жизнь, но только после того, как человек сам обдумал свой путь. То есть, только после того, как человек принял самостоятельное решение, как он будет жить, что он будет делать. То есть, Бог берет на себя роль не того, кто за человека будет определять направление его пути. Нет. Бог взял на себя роль того, кто будет выравнивать путь человека после принятых человеком решений. Посмотрите на этот текст. Исайя 45 глава 12-13 стих. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса. И всему воинству их дал закон Я». И дальше. «Я уравняю». И вот это слово «уравняю» – это быть правильным, справедливым, угодным. Это направлять прямо, прямо идти. «Я уравняю все пути Его». Посмотрите, какому чудесному Богу мы с вами служим. Богу, не лишающему нас свободы выбора. Богу, уважающему нашу свободу выбора. Богу, который, даже зная наперед, какое решение мы примем, зачастую неверное решение. И вот все это зная. И вот только после того, когда мы принимаем личное свое решение, в своем разуме, всеведущий Бог начинает активно на правах Творца вмешиваться в нашу жизнь нам же, ко благу. Очень важно понять, с какой целью Он это делает. С какой целью Бог, давший нам свободу выбора, начинает после свободного принятия нами решения вмешиваться в нашу жизнь. Бог это делает не для того, чтобы унизить нас, аннулировав неправильно принятое нами решение. Не для того, чтобы сказать, что все, что ты принимаешь и делаешь, это абсолютно неправильно будет, все равно, как я скажу. Нет. Даже если принятое нами решение и правильно в глазах Бога, и часто бывает, и правильный человек принимает решение в глазах Бога, угодное решение, то Бог все равно активно вмешивается в жизнь даже и этого человека, который сделал правильный выбор в разуме своем. Он это делает для того, чтобы утвердить нас на правильно выбранном нами пути. Для того, чтобы помочь нам в том, чтобы наш правильный выбор осуществился. Ибо без Бога, без Творца, ничего не может произойти в этом мире. Он говорит, все, что мне угодно, я сделаю. Человек не Творец. Человек не обладает могуществом Творца. И для того, чтобы в этом мире, находящемся под властью Творца, в зависимости от Творца, хоть что-то произошло, недостаточно одного желания. Человек необходимо еще, чтобы Творец содействовал этому желанию, благословил это желание. И воцарился Иосафат. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, Отца Своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога, Отца Своего, и поступал по заповедям Его. Вот заметьте, казалось бы, Иосафат воцарился, и он был с Господом, и он ходил путями Давида, взыскал Господа Бога Своего. Вроде бы все решения правильные, жить по заповедям Божьим. Иосафат принимает такое решение в сердце своем, в разуме своем. Но дальше написано. И утвердил. Это слово означает непоколебимо стоять, быть стойким, твердо основанным. Утвердил Господь царство в руке Его. Второе про Липоменон, 17, глава с 1 по 5 стих. То есть одного решения Иосафата было недостаточно. Одного выбора человека недостаточно, даже правильного выбора. Надо, чтобы Господь помог этот выбор осуществить. Поэтому все равно должно быть вмешательство в жизнь человека, вмешательство Божье, даже если человек и правильное решение принял в своем разуме. Без Бога мы ничего не можем. Бог же всякой благодати, призвавший у нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим досовершит, а это слово означает восстанавливать, исправлять, чинить, вновь приводить в порядок. То есть, видите, вот действия Бога. Досовершит вас, да укрепит, утвердит, сделает сильными, да соделает непоколебимыми. Бог это сделает. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 1 Петра 5, глава 10, 11 стих. То есть, даже люди, которые приняли решение следовать за Христом, приняли благодать Божью во Христе Иисусе, все равно Бог вмешивается в их жизнь, чтобы и починить их, исправить, привести все в порядок в жизни этих людей, чтобы укрепить и сделать их сильными, непоколебимыми в этом выборе. Друзья мои, если мы приняли неправильное решение, сделали неверный поступок, то Бог, как любящий Отец, также активно вмешивается в нашу жизнь. Но для того, чтобы уже на правах Творца исправить нас, спасти. Ибо Бог не желает нам смерти никому, даже опетым грешникам. Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? Иезекииля 33, глава 11 стих. Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра 3, глава 9 стих. Ибо это хорошо и угодно спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все, заметьте, все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофей 2, глава 3, 4 стих. Наши мысли, наши размышления, это наши мысли, это наши размышления. Это наша свобода выбора. В своих мыслях человек чего только не придумывает. Посмотрите на мир фантастики. И вы увидите, как далеко шагает по воображению мысль человека. Свобода мысли, дарованная людям, Богом, породила в них даже отрицание Бога. Вот к чему привела свобода мысли. То есть человек настолько свободен в мыслях, что он даже может отрицать того, кто дал ему эту способность мыслить. И это ярким образом свидетельствует, что люди свободны в своем разуме. В других свобода мышления породила исключительно свое понимание Бога. Именно поэтому даже при одном писании мы имеем такую широкую палитру различных религиозных течений в понимании Бога. Это все говорит о том, что Бог представил человеку свободу выбора в разуме. Ведь Бог не может же давать всем людям разное представление о себе и его истине. Вот как солнце, оно одно на всех. Но вот у людей может быть разное представление о нем. Кто-то считает, что это светило, кто-то считает, что это Бог, объект поклонения и так далее. Кто-то еще может быть что-то считает, что это гигантская печка кем-то созданная. Кто-то думает, что это инопланетное код-сооружение и так далее. И заметьте, что вот в этом, что о солнце так по-разному люди думают, не вина солнца. Не вина солнца о том, что люди имеют о нем разные представления. Это уже люди сами имеют свое представление в своем воображении о том, что есть солнце. Это как пример. Бог призывает нас познать истину, такую, какая она есть в Писании и в жизни Иисуса. Он призывает нас познать себя через Писание и Иисуса Христа, также Его Сына. Все Писание Бога Духновенное полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофей 3,16. Христос говорит, познаете истину, истина сделает вас свободными. Иоанна 8,32. Но несмотря на это, человек, имея свободу мышления, живет в выбранной им самим мире, в том мире, что он считает наиболее реальным и подходящим для него. Каждый человек, несмотря на великий стандарт в понимании добра и зла, это закон Божий, сам устанавливает себе в своем разуме свою систему ценностей, приоритетов, забывая о Всевышнем, отвергая истину о том, что все, что не будет соответствовать стандарту Бога, все это будет разрушено, уничтожено в последний день. И как мы уже с вами отмечали, Бог не желает, чтобы хоть кто-то погиб, даже самые отпетые грешники. Поэтому Он, Бог, зная наши мысли, которые свидетельствуют о нашем выборе, активно вмешивается в нашу жизнь, в жизнь всех людей, для того, чтобы изменить ход наших мыслей, не давая порой существиться нашим замыслам. Писание называет это провидением Божьим. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется, говорит Господь. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Зекииля, 20 глава, 32 стих. Видите, Бог знает нашу мысль, Он дает нам возможность думать так, как мы хотим, но Бог говорит, я вмешаюсь в жизнь, и вашим замыслам не дано будет сбиться. Скажите, вы когда-то испытывали в своей жизни крушение ваших надежд и планов? Вот скажу за себя. Вот моя жизнь – это самое наглядное пособие в крушении планов и надежд человека во всех направлениях. Будучи атеистом, противником Бога и Его истины, и думая, что я таким буду всю свою жизнь, даже не планируя стать верующим, я стал верующим Бога, проповедующим Его Слово. И вот, оглядываясь назад на свою жизнь, я вижу в ней постоянное вмешательство Бога. Я не знал тогда, что это Его вмешательство, это Его водительство и так далее. Я не понимал, почему мои планы рушатся и так далее. Я не понимал, что это вмешательство Бога мне во благо, вопреки неверно выбранному мной пути жизни. Желаю стать исследователем в точных науках, которые мне очень нравились тогда, ради чего я много учился, имея красный диплом, впереди маячили хорошие земные перспективы. Но Бог, посчитавший мой выбор в жизни неверным через свое проведение, через вмешательство в мою жизнь, активное вмешательство, Он постоянно вмешивался и вмешивается в мою жизнь, как любящий Отец. Он изменил все. И что же в результате произошло? Вместо исследователя точных наук, я стал исследователем Писания. Самые, если можно сказать так, точные науки. Это вернейшее пророческое слово. Я о чем даже и не помышлял в начале жизненного пути. Если бы кто-то мне сказал, что я стану верующим человеком в начале моего жизненного пути, ну хотя бы после школы даже, если кто-то сказал, что я стану проповедником, я бы, наверное, смеялся бы от души и говорил, да, это интересный, фантастический рассказ. Все мои планы, которые я строил, выходя из стен школы, до основания были разрушены Божьим вмешательством. И он заменил мои планы на противоположные. Как заменил? Он просто... Проведение было таким, он допускал в моей жизни такие обстоятельства, что я думал, 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 и пока, наконец, мой разум не направился на правильную стезию, не направился на поиск Бога, смысла жизни, Творца, истины, священного Писания, о которых я раньше и не помышлял. И вот теперь, будучи верующим человеком и глядя на свою жизнь через призму Писания и зная о водительстве Бога, я могу подписаться под словами Писания, потому что это абсолютная правда. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Притча 16.9. Я не могу не поблагодарить Бога за то, что Он, видя мои неверные планы и замыслы, в которых не было ему никакого места, взялся серьезно за мою жизнь. И повел меня таким путем, о котором я в силу своей бездуховности и ограниченности даже не мог и помышлять. Вот как это прекрасно, что человек обдумывает свой путь, а вот шествием его, путем его, управляет Господь. Это прекрасно. Как же благ и милости в наш Господь, вмешивающийся в наши недельновидные и несовершенные планы. Подумайте, вот какой катастрофой для всех людей на земле было бы, если бы этот текст Священного Писания звучал бы не так, как он записан в Писании, как мы его только что прочитали. А если бы текст Писания звучал так. Сердце человека обдумывает свой путь, и сам человек управляет шествием своим. Вы подумайте, какой катастрофе бы это привело. Кто бы тогда мог бы спастись? Особенно это опасно. Вот так вот, если бы этот текст так звучал, это опасно, учитывая следующее обстоятельство. Ведь лукаво сердце человеческое, более всего, крайне испорченное. Римея 17.9. Мы все в грешной природе находимся. Мы все эгоисты. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Вот он наш, наша недельновидность. Вот она к чему приводит, только к смерти. Притча 14.12. То есть, мы смело можем сделать такой вывод, что мы свободны в принятии нами решений, но при этом Бог, желающий нам блага, активно вмешивается в нашу жизнь различными способами, корректируя наши решения. Если бы Он этого бы не делал, никто бы на земле не спасся. При том, что мы имеем свободу выбора. Через вмешательство Своё Бог хочет привести нас к Своей возвышенной цели. Бог хочет, чтобы мы, обладая свободой мысли, даже в разуме Своём, при принятии нами решений, делали правильный выбор, принимали правильные решения, побеждая как искушение дьявола, так и влечение собственной греховной плоти. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. 2 Коринфянам 10.5. Хотя мы имеем свободу выбора, и познав Бога, можем избирать правильный путь, всё же при этом мы должны понимать, что в нашей власти, будьте внимательны, пожалуйста, в нашей власти находится только решение идти правильным путём, но не в нашей власти определять, каким должен быть этот правильный путь. То есть, с чем мы должны столкнуться на этом пути, и что пережить, а с чем мы не должны столкнуться, и что пережить, это остаётся в руках провидения Божьего, провидения Божьего, который лучше знает, что нам ко благу, даже тогда, когда мы избрали путь следовать за Ним, путь истинный. И не в нашей власти обладать той истинной, прошу прощения, не в нашей власти обладать той силой, что необходимо человеку на этом правильном пути. Это уже всё от Бога, это всё у Него и принадлежит Ему. «Ибо только я знаю намерение, какие имея вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29 глава 11 стих. «Только я знаю, говорит Господь, намерение во благо». Почему только Бог, и никто больше не может управлять шествием, шагами своими, чтобы идти правильным путём? Почему только Бог должен управлять нашим шествием? Ну, во-первых, потому что Бог абсолютно свят, и только Он знает, как привести нас к стандартам своей святости. А во-вторых, только Он знает наше помышление, Он знает, что у нас на сердце и какое у нас сердце, у каждого из нас. То есть, иными словами, только Он знает точный диагноз нашего заболевания. Ибо каковы наши мысли, таковы и мы, сказано в Священном Писании, потому что каковы мысли в душе человека, таков и Он человек. И поэтому только Бог способен назначить нам правильное лечение с целью исцелить нас. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. И кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Иеремей 17, глава 9, 10 стих. То есть, мы видим, что только Бог способен, зная нашу болезнь, знает точно, поставив нам диагноз, Он знает, чем нас лечить, как нас лечить, каким путем нас вести, потому что путь, которым Он нас ведет, это и есть лекарство Божие для того, чтобы нас сделать здоровыми духовно. Бог, зная помышления наших сердец, дает нам жизни и посылает нам жизни все то, что будет содействовать нашему исцелению, исцелению от нашего духовного заболевания. Это дает человеку возможность исправиться, увидев, куда завели человека, неверные его мысли и действия. Как написано в Писании, в Псалом 63, 6 по 10 стих, они утвердились во злом намерений, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследования за расследованием, даже во внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но паразиты, Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены и убоятся все человеки и возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело. То есть, Бог, когда разрушает замыслы, плохие замыслы человека, какие-то нечестивые дела, для того, чтобы люди убоялись, видев действия Божьи, подумали о высшем разуме, подумали о высшей силе, о Творце, о том, что не от них все зависит, не от их решений и мыслей, а есть Тот, кто управляет шествием их. Достигнув чего-то в жизни, став тем, кем мы стали, не благодаря нашему выбору, а благодаря проведению Бога, мы должны воздать славу Всевышнему за Его святое и милосердное водительство, через которое мы стали тем, кем мы стали и обрели то, что обрели. Это не от нас. Каким бы ни был наш выбор, это не от нас. Даже если наш выбор правильный и добрый, и мы истину избрали, даже если это так и произошло, и мы служим Богу, то кем мы становимся благодаря, то есть кем мы становимся, мы должны понимать, что это происходит благодаря только Богу и Его вмешательству в нашу жизнь, и Его действиям в нашей жизни, а не благодаря нашему выбору. Но благодатью Божией есть им то, что есть им, и благодать Его во мне не было тщетно, но я более всех их потрудился, не я, в кочем, а благодать Божия, которая со мной. 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Понимая это, что то, кем мы становимся, это благодаря вмешательству Бога в нашу жизнь, благодаря Его водительству, я вам скажу, что понимаешь это, и счастливо, и легко жить, когда знаешь, что не ты управляешь собой и своим спасением, а Бог руководит твоим шествием. Если ты Его любишь, то Он обязательно поведет тебя правильным путем, и все, что Он не будет посылать тебе, это будет тебе ко благу. Ты доверяешь свою жизнь водительству Бога, не рабща, зная, что Он лучше тебя и лучше всех людей на земле, знает, как тебе привести в свое вечное царство. От нас-то всего-то и только требуется это не потерять доверие Его проведению и не противиться Его водительству, не противиться тому, что Он посылает нам жизни правильно, адекватно и верно воспринимать все послано им, не рабща. Когда Израиль шел по пустыне, от них-то и требовалось то всего, идти и не роптать и принимать, что было. Сказал Бог, двигаемся, значит, двигаемся. Сказал, на стоянке стоять, на стоянке. Сказал, отойти от горы, отойти от горы. Сказал, принять закон, принять закон. Собирать манну шесть дней, собирать, не собирать субботу, не собирать. Только послушание водительству Бога и все верное, адекватное послушание. Потому что Бог производит восхотение и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2,13. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8,28. Мы можем и должны обдумывать, как нам жить. Конечно же, должны. Мы должны планировать свои дела. Мы свободные люди. Бог дал нам свободу мыслей, разума. Но при этом всегда нужно помнить, что что бы мы ни обдумали, что бы мы ни придумали, какие бы решения мы ни приняли, последнее слово было, есть и будет за Богом Творцом, за Его Святой Боли. И потому, что бы мы ни делали, какие бы мы решения мы ни принимали, нужно смиренно говорить так, как написано в Писании. Теперь послушайте, вы говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, то есть люди приняли решение отправиться в город, поживем там один год, люди приняли решение пожить там год, будем торговать, получать прибыль, люди приняли решение торговать и получать прибыль. Но Яков говорит, это ваше решение только в вашем разуме. Это еще не то, что сбылось, потому что сбудется только определенное от Господа написано. Он говорит, вы, которые не знаете, что случится завтра, потому что не вы управляете путешествием своим. Не вы управляете всей этой вселенной и всем происходящим на земле. Что ваша жизнь? Пара, являющаяся на малое время, а потом исчезающая, вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, то есть если твои планы, твои решения, они будут угодны Богу, будут соответствовать Его воле, Его проведению, Его водительству, то тогда сделается то-то и то-то будет. Вы по своей надменности тщеславитесь. А всякое такое тщеславие есть зло. Иакова 4 глава, с 13 по 16 стих, или вот как у Христа написано. «Отойди немного, пал на лице своё и молился, и говорил, Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Вот он, пример абсолютного доверия, когда мы можем обдумывать, что хочешь, не как я хочу, хотеть может быть что-то другого, но мы должны понимать, не как мы хотим, но как хочет Бог. Поэтому верующему человеку нужно много молиться, исследовать Писание, чтобы, во-первых, знать волю Бога в своём сердце, в разуме своём, принять личное решение её исполнять, а во-вторых, чтобы иметь силу Духа и смиренно исполнять волю Бога во всех посланных им обстоятельствах жизни, особенно тогда, когда Его проведение идёт вразрез с нашими мыслями и планами на то, каким должен быть путь нашего спасения. То есть нам нужно молиться о такой духовной силе, которой будет достаточно для того, чтобы в смирении принять водительство Бога, когда будут крушиться наши надежды и чаяния, в понимании нами пути спасения, по которому, по нашему мнению, Бог должен был бы нас повести. Это очень тяжёлое духовное испытание. Увидеть несоответствие между моим пониманием моего пути, пути моего спасения, и Божьим пониманием моего пути спасения. «Будем держаться верой за Его обетование. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся, Господа, и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих». Притча 3 глава, с 5 по 8 стих. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». Псалом 36, 6 по 8 стих. «Хотя Бог и направляет нашу волю в нужное для нашего спасения русло, но при этом Он также не лишает нас свободы по отношению к Его водительству. Мы можем начать упираться в Его проведение. Если оно рушит наши планы на жизни, нам это не нравится, мы можем в разуме своем обдумывать, как бы преодолеть вот эти все препятствия и воспротивиться Богу. Мы можем даже не понимать, что в этот момент мы противимся Его воле. Именно потому, несмотря на Его водительство, через вмешательство в нашу жизнь, мы не лишаемся ответственности за сделанное нами перед Богом. И вот в этом случае нам очень важно понять, как в этой ситуации выглядит истина о том, что все, что не происходит, происходит по воле Бога. Все предельно просто вот в этой ситуации. Если Бог тебя учит, Бог проведением своим вмешивается в твою жизнь, а ты начинаешь противиться этому проведению, то как же здесь может все произойти по воле Бога? Друзья мои, как бы мы ни поступили, как бы мы ни отреагировали на водительство Бога в нашей жизни, в любом случае исполнится только воля Бога от человека. И как это возможно, чтобы при любом выборе человека все равно исполнилась воля Бога? Все не так сложно. В свете Писания либо мы исполним волю Бога в том, чтобы спастись, либо исполнится воля Бога в нашей погибели. Да, вы не ослышались. Божья воля может быть выражена и в том, и в этом. Ибо Бог имеет волю не только спасти праведных, но также Он имеет волю и о том, чтобы уничтожить злой грех и тех, кто безнадежно с Ним слился. Человек может идти на пролом. Он делает все, что все делает для противления водительства Создателя, по упорству сердца своего, то есть по упорству своего разума, своих мыслей, ведь слово сердце в Писании и разуме мыслей – это идентичные понятия. Человек может принимать постоянно свои решения, вопреки воле Бога. К тому есть много текстов в Священном Писании, «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом» – Иеремия 7,24. «Потому я оставил их упорству сердца, их пусть ходят по своим помыслам» – Псалом 80,13 стих. «Но они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам, и будем поступать каждую по упорству злого сердца своего» – Иеремия 18,12. «Но по упорству твоему, нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости и гнев». Римлян 2, глава, с 5 по 8 стих. Вот как исполнится воля Бога, противящегося Его водительству. Говорить, что Бог полностью, конечно, оставляет людей, которые противятся Ему в жизни, по упорству своему, которые навсегда отвергают Его, говорить, что Он вообще безучастен в их жизни, и они теперь сами по себе живут – это неверно. Ибо отвергающие Бога живут. А что такое жизнь? Жизнь – это Божий дар, и только Он ее поддерживает. «Эти люди, даже отвергающие истины, противящиеся Божьему водительству, они так же пользуются земными благами от Бога, как и праведники, идущие Божьим путем. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных» – Матвея 5, 45. Бог не оставляет их. Он продолжает заботиться о них, да, но упорством своим они повернулись к Нему спиной. И в результате этого, находясь спиной к Своему Творцу и Создателю, они не могут видеть, куда Он предлагает им пойти, чтобы быть спасенными. А посему Его забота и водительство будет им лишь только для поддержания их тленной земной жизни. Но она не будет, это водительство Его, не будет, не даст того ответа правильного с их стороны на Его заботу о них. Их ответа на Его заботу будет недостаточно для того, чтобы они обрели предложенную Богом вечную жизнь, потому что они спиной к Нему. Они не видят Его лица. Они не видят Его водительства. В одном из наших духовных размышлений о лице Бога мы с Вами говорили, что видеть лицо Бога, это иметь, или говорить лицом к лицу с Богом, это иметь с Ним самые близкие тесные отношения, это понимать Его волю о себе. Люди, повернувшись к Богу спиной, не имеют этих близких с Ним отношений, а следовательно и не разумеют Его правды. Они пользуются Его благами, да, но при этом лишены понимания Его водительства к вечному спасению. Это говорит о том, что на все события в своей жизни, допускаемые для них Богом, они имеют свой неверный взгляд и делают все, чтобы воспрепятствовать Божьей воле о себе, воспрепятствовать своему спасению, как это было с религиозными лидерами времен Христа, отвергнувшими Иисуса и отвергнувшего Иоанна Крестителя, как предтечи Мессии. О фарисеи и законнике написано отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него. Луки 7, 30. Христос пришел к своим, своего не приняли Иоанна 1, 11. Проходящие злословили Его, кивая головами своими, говоря, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, садись креста. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасала себя, самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть и пересойдет с креста и веру в Него. Уповал на Бога, пусть и пересбавит его, если он угоден Ему, ибо он сказал, «Я Божий Сын». Матфея 27, глава 39 по 43 стих. Посмотрите на этих людей. Они повернули спиной к Богу, и они перестали адекватно оценивать все события, происходящие вокруг них. На другой день, который следует за пятницу, а что это за день? Суббота. Это те, которые не хотели оскверняться. Собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик, тот еще будучи в живых, сказал, что после трех дней воскрес, но и так прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу воскрес измертых. И будет последний обман хуже первого». Матфея 27, глава 62 по 64 стих. Посмотрите на этих людей. Насколько же надо повернуться спиной к Богу, чтобы на все события, происходящие вокруг, иметь такой неверный взгляд и противиться этим всем событиям. Когда Христос воскрес, посмотрите, что они делают дальше. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем, то есть о воскресении Христа. И сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Вот безумие, да, украли ученики, когда мы спали. Откуда же вы знаете, что это тогда? Ученики укрались, и вы спали. Безумие. И если слух дойдет до правителя, то мы убедим его от неприятностей и вас избавим. Матфея 28 глава с 11 по 14 стих. Вы видите, на что способна упорство человека, человека, повернувшегося к Богу спиной. Ничто не останавливает упертого свое мнение человека. Никакие знамени, никакие события, никакое водительство Бога. Об упорствующих по отношению к истине людях Бог сказал следующее. И вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумались делать. Бытие 11, 6. И вот для таких людей у Бога остается только одно. Только одно. По воле своей истребить таковых навеки. И это действие тоже будет исполнение воли Бога. Это воля Бога о зле, о нечестивых, о грехе. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истинно для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения. Пожалуйста. Так что они будут верить и лжи. Почему? Они не приняли истину для своего спасения сами. И они возлюбили неправду, написано, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Подобное не произойдет с теми, кто захотел знать истину, кто повернулся к Богу лицом, кто не противится его водительству. Подобное не произойдет с ними. Это только с теми, кто не верит истине, возлюбил неправду, любит ее, не примет любви истинной для своего спасения. И заметьте, что в этом истреблении нечестивых также исполнится истина, открываемая нам в исследуемом нами стихе из притч. Сердце человека обдумывает путь свой. Мы сейчас говорим о нечестивых, которые погибнут. Но Господь управляет шествием его. Вот как вы думаете, нечестивые разве думали о таком конце, который их постиг? Да, конечно же, нет. Вавилон, опоенные его ложью, люди думали о своем процветании, о том, что они уничтожат детей Божьих в конце времени, непокорных их системе, будут жить припеваючи, как написано в Писании. Сколько славилась, она роскошествовала. Она, то есть, Вавилон, город, говорит сердце своим, сижу царица, я не вдова, не увижу горести, не увижу горести. Вокровение 18.7. И дано было вложить ему дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться в образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым, нищим, свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Откровение 13 глава с 15 по 17 стих. Что вы видите? У нечестивых людей были свои планы, далеко идущие. Они хотели установить свой мировой порядок на этой земле. Разве думали они, что они погибнут? Разве думали они, чем закончится это все? Конечно же нет. Они обдумывали путь свой. У противящей истине было много планов на свое будущее, но они, видать, забыли незыблемую истину Писания. Сердце человека обдумывает путь свой. А вот что произойдет на самом деле? Но Господь управляет шествием его. Притча 16.9. Какие бы планы ни строил человек, но жизнью его управляет Бог и только Бог. И произойдет только то, что угодно Богу. Итак, слова о том, что человек свободен и праведник, и нечестивый в выборе своем, это истина. Это истина из Писания и Слова Божия. Бог дал человеку свободу мысли, свободу в принятии решений. Верно и то, что в жизни тех и других вмешивается Господь, желая их спасти и помочь. В жизни праведника Всевышний вмешивается для того, чтобы их поддержать, укрепить на выбранном имя пути, помочь им осуществить избранное им. И вот в этом Божье благословение. В этом Божье благословение для них. А в жизни нечестивых Господь вмешивается для того, чтобы помешать осуществлению их греховных замыслов и побудить нечестивых оставить неверно выбранный имя путь и пойти путем спасения. То есть, Господь управляет жизнью всех людей и праведников, и нечестивых. Разница между водительством Бога праведных и нечестивых в том, что тот, кто не воспротивится водительству Бога, заметьте, я не сказал, что это праведно, тот, кто не воспротивится водительству Бога для своего спасения, тот будет спасен для вечности и это и будет праведник. А тот, кто по упорству своего сердца будет идти против водительства Бога, против того, что Бог хочет его спасти, вот этот и будет нечестивым. И так он ощутит на себе исполнение воли Бога грехи и грешников и будет уничтожен. Но не будет это ему в радость. Когда Израиль был выведен Богом из Египта, Бог не сказал, что вот это праведники здесь с этой стороны святы нечестивые, своим выбором на водительство Бога каждый из них в пустыне определился на чьей стороне он оказался, на стороне праведника или нечестивые, какой конец его ожидал. И над теми и над другими исполнилась воля Бога. Над одними исполнилась воля Бога, что они вошли в землю обетованную, а над другими, подобно как египтяне погибли, так и погибли нечестивые, исполнилась воля Бога о грехе и о грешнике. То есть, несмотря на свободу, обдумывать свой путь, несмотря на свободные планы, мысли нечестивого человека, не дано будет им осуществиться. Сбудется только определенное Богом. То, что Бог определил для нечестивых, то и сбудется. Ибо только Он, Всевышний, имеет право и власть поступать так, как Ему угодно. Вот это как раз то и есть смысл тех слов, о которых мы читали уже сегодня, тексты, которые мы читали сегодня уже два раза. Вспомните, прежде, бывший от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне, и Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Замечаете? Совет Бога относительно правильных состоится, совет Бога относительно нечестивых состоится, все, что Богу угодно с праведниками сделать, Он сделает, все, что угодно Богу сделать с нечестивыми, Он сделает. Вот почему в книге Даниила и сказано, по воле своей Он действует, как в небесном воинстве, пожалуйста, среди праведных, так и у живущих на земле, у грешников, и у праведных, и у нечестивых. И нет никого, кто бы мог противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал, Даниила, 4 глава, 32 стих. Итак, в чем же баланс воли человека и воли Бога? Все предельно просто. Людям, знающим Бога и не противящимся Его водительству, нужно строить свои планы по Писанию, но при этом понимать и помнить, что окончательно наш жизненный путь, путь праведника, будет выглядеть таким, каким его пожелает сделать Бог, а не сам праведник. Сталкиваясь с проведением Бога, водительством Бога в жизни, верующим людям нужно благодарить Бога за Его уроки, за Его водительство, какими бы эти уроки ни были, даже если они очень болезненные, нужно всегда помнить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И даже не просто помнить это нужно, а Павел говорит, притом знаем, это нужно знать, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8, 28 Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарить, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 18 стих. Людям, не знающим волю Бога, следует задуматься о великом, а не только о земном, задуматься о смысле жизни, о неизбежности смерти, и Бог будет подталкивать их через свое водительство именно к тому, чтобы они задали эти вопросы. Это должно привести их к мысли о Творце, а далее знакомство с Ним, стремление познавать волю Бога о себе, ибо к этому ведет и Господь в их жизни. Вот так было и со мной. Я думаю, так будет и было с многими. Бог дал мне задуматься над смыслом жизни, когда брат мой умер. Бог дал мне задуматься над смыслом жизни под другими ударами судьбы. Бог делает это, Он вмешивается в нашу жизнь для того, чтобы мы задумались о великом, о смысле жизни. И так не будьте нерассудительны, то есть неразумны, безрассудны, но познавайте, что есть воля Божья. Ифициально, 5 глава, 17 стих. Люди вот этой группы также могут и должны строить свои планы на жизнь. Все люди имеют право строить планы, мыслить. Мы свободны в мысли. В свете своих начальных, пусть даже скудных, познаний Бога, человек все равно имеет право мыслить самостоятельно и свободно. Но при этом эти люди должны понимать, что их планы не все сбудутся. А может быть, даже ничего не сбудется из того, что они думают. И они так же, как и те, кто лучше знает волю Бога из Писания, должны в смирении сказать в ответ на Божье водительство, каким бы оно ни было, впрочем, не моя воля, но да твоя да будет. Луки, 22 глава, 42 стих. А вот те люди, кто противится воле Бога, упорно не желают привести свою жизнь к согласию с Писанием, также нужно все-таки подумать над тем, а стоит ли идти против вражна. Нужно всегда помнить, что вне зависимости от того, верят они в Бога или нет, все равно их желанием в конце концов не суждено будет сбыться. Как бы они не мечтали об этом. Над нечестивыми также исполнится воля Божья, а не их собственная воля. И эта воля будет в уничтожении греха и грешников, но нечестивым эта воля Бога не понравится. Но даже несмотря на то, что исполнение в их жизни воли Божьей, не их собственной, а воли Божьей приведет их к уничтожению, они также вместе со святыми признают справедливость Божьих деяний над ними и преклонятся перед Богом в лице Его Сына в день последнего суда после тысячелетнего Царства. В Писании сказано, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, это живущих на небе, земных, это спасенные от земли, и преисподних, погибшие для вечности, и всякий язык или каждый язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Филиппийцам 2 глава, 10-11 стих. Так что нет никаких сложностей противоречий в Писании. При внимательном исследовании все встает на свои места. Каждый стих Писания, подобно пазлу, встает на определенное им Богом место в определенном контексте и, собираясь воедино, они представляют нашему взору неописуемую по своей красоте духовную картину. имя этой картины истины Божьей. Сегодня исследуемый нами пазл из картины истины Божьей открыл нам то, что мы свободны в принятии любых наших решений. Наш разум абсолютно свободен в принятии нами любых решений. А посему мы и ответственны за эти решения, которые мы принимаем в своем разуме. И будем на суде Божьем давать ответ перед Творцом за принятые нами решения. При этом мы должны помнить, что Бог активно вмешивается в жизнь всех людей с целью либо поддержать их в их выборе то, что они решили в своем разуме и довести их решение до практического исполнения, потому что без Бога ничего не может осуществиться на земле. Одной воли человека мало и принятие решений. Либо помешать им в исполнении их намерений и через это предостеречь и направить на путь истинной спасти. Те, кто примет водительство Бога, те пожнут его волю себе во спасение и будут названы праведниками. А те, кто воспротивится Божьему водительству, те пожнут его волю себе в уничтожении греха и грешников и будут названы нечестивые погибшие. Так что незыблема истина Божия, если ее правильно понимать, и эта истина звучит так, много замыслов в сердце человека. Человек свободен в мыслях своих, но на практике в сущности своей состоится только определенное Господом. Определенное Господом для праведников и определенное Господом для нечестивых. Так что, как мы с вами сегодня говорили в самом начале названия нашей темы, «Либо мы по воле Бога будем жить вечно, если примем Его условия, либо по воле Бога мы умрем навеки, если не захотим жить в соответствии с Его условиями. Аминь. Я знаю, Бог печется обо мне, и жизнь моя всегда в руке. Хоть ночь темна, но далее слава, Отец Небесный помнит Илья, Он не забыл, Он помнит Илья, и после пуль наступит тишина, среди тревог Он не поможет, всегда хранит меня всесильный Бог. Куда не шел земной дорогой я, спаситель мой всегда ведет меня своей и и братом мою рукой везде ведет меня спаситель мой. Он не забыл, он помнит и меня, и после бурь наступит тишина, тишина среди тревог Он мне помог, всегда хранит меня всесильный Бог. огонь блеснет невольная слеза и застилает путь мне в небеса. Но знаю я, тот день придет, когда спаситель слезы мне отрек, он не забыл, он помнит и меня, и после бурь наступит тишина, среди тревог Он мне помог, всегда хранит меня всесильный Бог. Среди тревог Он мне помог, всегда хранит меня всесильный Бог.